Стройными рядами юные шкалеры вместе со своими родителями и первыми учителями отправились в новый для них мир, мир знаний. Вместе с новоиспеченными первоклассниками по главной улице города прошла и наша съемочная группа. Подробности в материале Надежды Неткачевой и Александра Косицына. Этот детский ежегодный праздник ждали все первоклассники. Здесь собрались ребята из школ нашего города и района, чтобы уверенным шагом войти в новую школьную жизнь. Более 700 первоклассников прошли стройной колонной от управления образованием до главной площади нашего города. В этот день волнуются и учителя, и родители, а особенно юные школьники. Ведь для них это один из первых больших праздников, который наверняка запомнится им надолго. Закончилась беззаботная жизнь дошколят. Теперь они ученики первого класса. Уже больше двух недель ребята знакомятся в школе друг с другом с новыми предметами, с первыми учителями. Мне очень придают в школе учиться, мне нравится математика. Мне больше всего понравилось, как мы учимся в школе, как мы были на линейке в первом классе, как первое сентября прошло. Мне нравится на уроках, мне, короче, очень все нравится. На театральной площади юных школьников поприветствовал председатель Совета Славинского района Григорий Литовко. Он пожелал первоклассникам хорошо учиться и найти верных друзей на всю жизнь. Хочу пожелать вам всем глубоких знаний, крепкого здоровья, успехов. Уверен, что вы настоящее будущее нашей России. В добрый путь, дорогие первоклассники. Вот и стали малыши полноправными жителями чудесной страны знаний. И поведут их по этой стране чуткие учителя, мудрые наставники. С детьми познакомились, уже знаем всех с родителями, познакомились уже достаточно близко. Но в дальнейшем, думаю, будем еще ближе и знакомиться, и сотрудничать, потому что вся работа наша впереди. Каждый школьник в этот день получил от гостей праздника учебник по кубановедению и конструктор. На этом подарки не закончились. Ростовые куклы, герои детских сказок, вышли на площадь с огромными связками разноцветных воздушных шаров и вместе с учениками выпустили их в небо. Такой праздник запомнится малышам надолго, став своеобразной путевкой в школьную жизнь. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...